Уборочная кампания в разгаре. Работы начались в 20 муниципалитетах, кроме Шумерлинского района. Этот и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании главы Чуваши и правительства республики. Нынешнее лето пока не огорчало посельхозтоваропроизводителей. Настроение у аграрьев хорошее. И повод для этого есть, заметил глава Чуваши Михаил Игнатьев. Прогнозы у Министерфоза России и других организаций, которые следят и мониторят вообще зерновый рынок, 106-110 миллионов тонн. Это практически рекордный объем зерна будет. По данным Министерфоза Чуваши, уборочные работы идут достаточно хорошими темпами. Селяне стараются использовать каждый день. Всего в республике зерновой клин составляет 292,9 тысяч гектаров. Это 127% к уровню 2015 года. По оперативной информации, на 25 июля скошено 14,6 тысяч гектаров. Зерновых обмолочено 14,3 тысяч гектаров. А зимой зерновой культуры, убранной на площади 19%, валовый сбор составил около 40 тысяч тонн. При средней урожайности 28,1 гектара. Глава республики поручил регулярно доводить до населения закупочные цены на зерно. Они в этом году выше, чем в прошлом. Основное специализированное предприятие по переработке зерна, Чуваш-хлевопродукт и продовольственный фонд Чуваши, готовы закупить зерно в объеме 170 тысяч тонн. Об итогах весенней призывной кампании отчитался Миньюз Чуваши. В штабах Центрального военного округа Чувашской республики было установлено задание по призыву в количестве 1460 человек. План был выполнен в полном объеме. Войска были отправлены по 1460 человек, в том числе вооруженные силы Российской Федерации 1136 и другие войска и воинские формирования 3024 призывника. Глава республики поблагодарил всех участников призывной кампании за слаженную эффективную работу. А вот что не может не беспокоить, так это ситуация на воде. Количество утонувших этим летом растет. За июль месяц мы потеряли 15 человек. Слава богу, что для этого 15 человек не входит, нет детей в июле месяце. Они хотя у нас были до этого. Но основная масса утонувших это возраст от 20, но практически до 50 лет. И основная масса, опять об этом говорим постоянно, нетрезвым состоянием. Михаил Игнатьев потребовал взять ситуацию под строгий контроль и усилить профилактическую работу с населением, чтобы избежать потерь. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.